Денис Попович, военный обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Денис, приветствую. Добрый вечер. Денис, на ваш профессиональный взгляд, что уже продемонстрировали события в Курской области? Это я сейчас практически Кремль процитировал. События. Неготовность к этим событиям со стороны российской власти, причем на всех уровнях, начиная от местных властей и заканчивая, собственно говоря, Кремлевской и Верховской. Местные власти, как мы видим, они не смогли обеспечить достаточный уровень эвакуации. Своих жителей зоны боевых действий мы видим возмущение, видели, вернее, на прошлой неделе возмущение. Ряда жителей Курской области, которые попали на видео, там были прямые обвинения и в сторону телевидения, и в сторону местных властей. Мы видели тот факт, что люди были вынуждены самостоятельно, своими силами, либо с помощью соседей, друзей, родственников, покидать район боевых действий. Мы видели разгул мошенников, которые требовали предоплату за организацию эвакуации. Ну, понятно, кто арестовал своими деньгами, тут ничего и не получал, потому что мошенники не для того собирают. Не для того делают такого рода объявления. Мы также видели и продолжаем видеть неготовность к кремлевской верхушке, то есть они не желают называть вещи своими именами, и фактически войну. И заход армии в пределы Российской Федерации была названа актериористической операцией. Ну, прекрасно понимаем, что все это сделано для того, чтобы скрыть, в общем-то, реальные проблемы, которые были связаны с армейскими командами. Поэтому, ну, сплошные минусы наблюдаются, в общем-то, в деятельности российских властей. И самое главное, что имеет место, это то, что не соблюдены очень важные пункты общественного договора, который существовал в Российской Федерации. Негласно общественного договора, который заключался в том, что правительство верхушка защитит народ. Да, то есть от любого какого-либо внешнего вторжения и влияния, да, то есть войны и так далее. А сейчас мы всего этого не видим. То есть народ предоставлен сам себе. И что очень интересно, заход вооруженных сил Украины в Курск область, он, в общем-то, не показал того, что имело место, когда российская армия заезжала в украинские города. Да, мы же помним о том, что и местные жители с флагами выступали всех возрастов от старым лад, выходили, ложились под гусеницы, под колеса российской техники и препятствовали продвижению. Сейчас в российских городах и деревнях пусто. И здесь нечего совершенно говорить о том, что там живут пенсионеры, либо люди преклонного возраста. И пенсионеры, люди преклонного возраста демонстрировали высокогражданскую сознательность в Украине и выходили на улицы. Россияне этого не делают. То есть, заметно, что не желают. Они, в общем-то, оказывают сопротивление. И утверждение о том, что не поддерживают войну и поддерживают путинскую власть, но, как минимум, весьма далеки от действительности. Денис, а есть подтверждение информации, согласно которой тех, кого все-таки российские власти попытались или все-таки эвакуировали даже из Курской области, частично перебрасываются на временно оккупированные территории, в частности, в Запорожской области? Такая информация появлялась сегодня о том, что есть намерения тех людей, которых удалось эвакуировать из Курской области. Мы не говорим, что не удалось эвакуировать принцип, что этим кто не занимался. Этим занимались, просто, скажем так, процесс оставлял желать много лучше. Была информация о том, что их собираются перебросить, переправить, то есть, на оккупированной территории Запорожской области и разместить в санаториях на побережье Жизовского моря. Бердянск, Кирилловка, вот те вот места. Но это вызвало, в общем-то, возмущение. И не только среди самих тех, кого собираются таким образом эвакуировать, ну и, по некоторым данным, в общем-то, и в Москве, что вот куда ж людей с фронта фактически перебрасывают на фронт. Да, то есть, и возникал вопрос, почему ж тогда туристы не посещают пансионаты Азовского побережья? Ну, не потому ли, что там идет тоже война, что там тоже бомбят и там тоже, значит, обстреливают? То куда ж вы нас собираетесь эвакуировать? Обратно под огонь? Ну, в общем-то, вот такие вот сейчас озвучают настроения. И, как мне кажется, ну, наверное, пока под вопросом утверждают, что именно таким образом будет в те места проведена эвакуация. А как это отразилось на действиях оккупантов, которые сейчас все еще находятся в Украине? Политика, например, издание «Политика» сообщает о том, что для обороны Курщины Россия вывела часть войск из Запорожской и Херсонской областей. Есть ли подтверждение этой информации? Ну, я могу сказать от обратного. То есть последнее место, откуда они будут выводить свои войска, это будет Донецк-Кадуга. То есть на Покровском участке, Часовьяр, Торецк, это последние места, откуда они будут выводить свои войска, для того, чтобы перебрасывать подкрепление в Курсковость. Для того, чтобы это произошло, там уже наступление должно развиваться. Ну, куда глубже, чем оно сейчас есть? Оно и сейчас достаточно распространилось на территорию. То есть те данные, которые мы сейчас имеем, в открытых источниках, они, очевидно, опаздывают за реальную ситуацию. Но, тем не менее, она еще не настолько там для них отчаянна, чтобы они снимали войска с восточной дуги, с Покровского, с Торецкого участка, с Часова Яра и так далее. Для этого нужно, очевидно, либо сильно расширить прорыв, да, или угрожать непосредственно Курску, что пока еще не наблюдается. То есть такой угрозы для областного центра еще нет. Либо же открывать новые участки, новые оперативные участки в других областях, в других местах Российской Федерации, для того, чтобы им пришлось еще больше подкреплений перебрасывать. То я думаю, что именно поэтому они сейчас и снимают войска с тех участков фронта, где ситуация не настолько напряженная, как сейчас это происходит в Донецкой области. Чисто теоретически, какими еще могут быть ответные действия оккупантов? Ну, чисто теоретически, ну, чего можно ждать? Еще обстрелов каких-то. Окей, ну, этим точно не удивить. Вчерашняя ночь только в Киеве. Три сирены за ночь, три угрозы. Ну, сирены с сиренами, но пока же, честно говоря, последние у нас были прилеты где-то недели, дней 10 назад, да, то есть прошлый понедельник обстреливали баллистическими ракетами. И в субботу, ну, были попадания по Киевской области, то есть все-таки не по Киеву. А ракетных атак массированных, я уже не помню, наверное, больше месяца. Надо сейчас вспомнить, на самом деле, когда была последняя. Ну, что они еще могут предпринять? Ну, понимаете, какое дело? Тот факт, я уже упоминал, что они не называют вещи своими именами, то есть они называли антитеррористической операцией то, что, по сути дела, является общевойсковой операцией. Уже говорит о том, что они пытаются это дело скрыть за какой-то ширмой, какого-то решительного ответа, там, малой кровью могучим ударом, там, собрание каких-то сил и какие-то сверхординарные, экстраординарные мероприятия, ну, честно говоря, пока не просматриваются с этой стороны. Мне сейчас кажется, что у них там идет больше поиска инноватов. То есть на кого свалить юну и кого сделать козловом отключения, за то, что они не смогли организовать, не смогли посмотреть подобного рода удар. А это очень серьезно, не только военное, военное смысл оно имеет, оно еще имеет очень большой имиджевый смысл. Ведь представьте себе, по большому счету, начиная с Второй мировой войны, на территорию Российской Федерации, берем Российскую Федерацию, то есть когда был СССР, возьмем там территорию РСФСР, бывшей, которая сейчас стала Российской Федерацией, ну, армия от другого страны не заходила, это совершенно экстраординарный случай, и он абсолютно ломает все красные линии, если они еще существовали. Ну, никто не мог себе представить, что можно перейти границу Российской Федерации, там еще хватает, что захватывать, угрожать городам, да, то есть дальше продвигаться и, в общем-то, пока это продвижение не закончилось. Да, это, кстати, внушает надежду дополнительную в тот факт, что продвижение еще не закончилось. Денис, буквально в двух словах, раз уж мы затронули тему и обстрелов, массированных обстрелов, которые мы уже наблюдали ранее, сейчас они вновь могут произойти с российской стороны. Иран планирует поставить в Россию сотни баллистических ракет в ФАТах-360. Что вам об этом известно? ФАТ-360 я бобил. Два типа ракет. Одна дальность имеет 86 километров, другая имеет дальность 120 километров. Это как раз ФАТ-360. Ну, я бы сравнил бы их с Эльхой, сравнил бы их с Джиммер Олес на платформе Хаймаса. То есть это такие ракеты для удара по ближним тылам. Они высокоточные, то есть они наводятся. Инерциальными системами и по спутниковой навигации, ну, во многом это очень похоже на Хаймас и на Эльхо. Очевидно, Российская Федерация испытывает потребность подобного рода вооружения, потому что, в общем-то, у них есть советский тип РСЗО, в том числе и модифицированный по дальности. У них там были варианты создания подобного рода ракет с наведением для того, чтобы тоже, в общем-то, получить подобного рода процеду. Денис, я прошу прощения, что перебиваю вас. По сути, довольно интересная тема. Предлагаю ее обсудить в следующий раз, во время следующей встречи, но для того, чтобы раскрыть ее в полной мере. Во всяком случае, уже понятно, что подобное рода вооружения Россия хочет получить со стороны Ирана как минимум. Денис Попович, военный обозреватель, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю, Денис. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.